Интеллектуальная игра «Думай, Знай, Познавай» в муниципалитете проводится с 2014 года. В ней принимают участие школьники и студенты из образовательных учреждений округа. В формате викторины ребята отвечают на вопросы по разным темам. В сентябре 2020 года в АПЛ был сыгран матч, в котором Манчестер Юнайтед в спинальте забил гол. Благодаря его особенности он стал первым таким голом за всю историю футбола. Но произошло это из-за системы ВАР. Что такого особенного было в этом голе? На протяжении всего этого времени команды настолько знают, как проходят и финалы, как проходят и игры. То есть у каждой команды есть своя тактика. Этой тактике они придерживаются. Эта тактика является огромным достоянием, потому что по факту они воспитывают в себе управленцев, менеджеров. В этом сезоне в течение трех месяцев было сыграно 12 игр. В финале интеллектуальных соревнований встретились пять команд. Сейчас, конечно, больше преобладают гуманитарные дисциплины, но преимущественно в рядовых играх. Там были и химия, там была и физика, там была и математика. То есть все то, что ребятам пригодится. Тема используется ЕГЭ. В буквальном смысле слова восьмиклассники отвечают на тему ЕГЭ. Учащийся в Видновской гимназии Константин Вержбицкий рассказывает, что на прошлом чемпионате его команда дошла до финала, но заняла только четвертое место. В этот раз ребята надеются только на победу. Мы примерно понимали, поскольку у нас был опыт предыдущего финала, какие будут вопросы на этом и какие будут темы. И поэтому решили просто повторить эти темы полностью. То есть, к примеру, повторили все олимпийские виды спорта, там все соревнования, которые только могут быть. Повторили литературу, которую нам заранее сообщил организатор для всех команд. Полностью прочитали, выучили, вызубрили. В соревнованиях разыгрывается два кубка. Основной – его присуждают по итогам чемпионата. И специальный, посвященный знаниям правил дорожного движения. Наша коронная тема – это правила дорожного движения, поскольку мы давно этим занимаемся, давно практикуемся. Это довольно практичная тема, она пригодится в реальной жизни. Эти навыки необходимы каждому человеку в нашей стране. В чемпионате 2022 года удача была на стороне Видновской гимназии. Ребята, наконец, заняли долгожданное первое место. На втором – седьмая школа. Замыкают тройку лидеров – девятая. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Виднет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!